Очередная 49-я сессия окружного собрания депутатов перенесена на пятницу 20 апреля. Сегодня в администрации округа состоялось последнее претензионное заседание Постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. В частности, были рассмотрены поправки в закон об 1-процентной ипотеке. На минувшей сессии депутаты в первом чтении приняли закон, согласно которому возраст домов, включенных в программу льготной ипотеки, увеличивается до 35 лет. По мнению парламентариев, внесение изменений в закон будет способствовать увеличению предложений на рынке жилья и снижению стоимости квадратного метра. Таким образом, большие жители округа смогут воспользоваться возможностью купить жилье по сниженной ставке. Кроме того, предполагается, что будет снижена нагрузка на бюджет округа, так как понадобится меньше средств на строительство нового жилья. Мы договорились, что это будут дома возрастом до 35 лет. С целью поступления на рынок более старого и одновременно более дешевого жилья. Естественно, исключается возможность предоставления кредита для приобретения с помощью бюджета средств квартир в домах, признанных аварийными или подлежащему сносу. Мы считаем, что это компромиссное решение, которое удалось достичь. И прошу поддержать этот законопроект. По моей информации, поправок между чтениями не поступило. Рассматривается в рамках второго чтения. Главный финансист округа Татьяна Лагвиненко предложила внести поправку в закон в части определения конструктива домов, которые можно приобретать по 1-процентной ипотеке. По ее словам, необходимость внесения таких поправок возникла только сейчас, несмотря на то, что действует закон с октября прошлого года. Когда мы получили расчеты за февраль-март от Московского индустриального банка, столкнулись с тем, что в предыдущих заявлениях было написано «кирпичный дом», а та же фамилия, следующая за февраль получилась, она «блочный дом». Стали задаваться вопросом, а почему разные? Вот если был, допустим, дом такой, стал дом такой. Оказывается, в Росреестре есть через запятую разные конструктивы. И они в одном возмещении написали так, вдруг, когда мы запросили, оказалось, что действительно конструктив не совсем соответствует закону. Это появилось только сейчас. По февралю мы должны отказать 27 семьям в возмещении процентов. Из-за того, что они совмещенные конструктивы. На заседании комиссии было принято решение доработать закон с учётом поправок, с применением обратной силы и вынести его на ближайшую сессию для принятия во втором чтении.